Встреча с ковидом Александр Григорьевич, уважаемые главы государств, коллеги, хотел бы проинформировать вас о ситуации в нашем регионе в связи с тем, что прошел уже год с момента окончания войны, победы Азербайджана в Отечественной войне. И хотел бы представить вам информацию о том, что же происходило в течение этого года и каковы вызовы, стоящие перед нами, и перспективы регионального развития. Постконфликтный период в целом проходит спокойно. Говорю постконфликтный, потому что Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, выполнил резолюции Совета безопасности ООН, требовавшие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. И Азербайджан решил конфликт с Арменией военно-политическим путем. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года было подписано трехсторонное заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, положившее конец армяно-азербайджанскому конфликту. Хотел бы еще раз отметить особую роль президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в прекращении военных действий, что позволило избежать тысяч жертв с обеих сторон. В соответствии с трехсторонним заявлением Армения вывела свои оккупационные силы с оккупированной части Агдамского, Лачинского и Кельбеджарского районов Азербайджана. До этого вооруженные силы Азербайджана освободили более 300 городов и сел на поле боя. Таким образом, конфликт был решен, как уже отмечалось, военно-политическим путем. Также в соответствии с трехсторонним заявлением в Карабахский регион Азербайджана были введены российские миротворцы. Для решения вопросов, связанных с открытием транспортных коммуникаций, создана рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На территории Агдамского района Азербайджана, азербайджанской стороной, был построен российско-турецкий мониторинговый центр. Основными проблемами, которые сейчас стоят перед Азербайджаном, является разминирование освобожденных территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры, зданий, домов, исторических памятников азербайджанского народа. После войны более 150 граждан Азербайджана погибли, либо получили серьезные увечья, подорвавшись на минах. Армения отказывается передать нам полные карты минных полей. То небольшое количество таких карт, которые были переданы Азербайджану, имеют точность около 25%. На освобожденных территориях за годы почти 30-летней оккупации разрушены почти все здания и исторические памятники. Из 67 мечетей на освобожденных территориях 65 полностью разрушены. В оставшихся двух полуразрушенных оккупанты держали свиней и коров, намеренно оскорбляя чувства мусульман. В городе Физули и всех селах Физулинского района разрушено 100% зданий и домов. То же самое в городе Агдам и Агдамском районе. Город Агдам назван Хиросимой Кавказа. В Джабраильском районе целыми остались всего два здания, где размещались военнослужащие вооруженных сил Армении. Похожая картина и в Зангеландском, Кубатлинском, Лачинском и Кельваджарском районах. В городе Шуша Армении разрушено 16 из 17 существовавших до оккупации мечетей. Одна была оставлена для демонстрации в кавычках толерантности и при пособничестве так называемых специалистов из Ирана была попытка представить ее как персидскую. Дома и общественные здания были разобраны на кирпичи и камни и проданы в Армению и в Иран. Таково наследие ванализма учеников Азербайджана. Также нанесен огромный ущерб природе. Около 60 тысяч гектаров лесов было вырублено за годы оккупации, распилено и продано в Армению и в Иран. Осуществлялась незаконная эксплуатация золотоносных месторождений и других природных ресурсов. При участии одной европейской кампании систематически загрязнялась трансграничная река Ухчучай, что привело к экологической катастрофе, подтвержденной уже авторитетными международными экспертами. Такова реальная картина на освобожденных территориях. И это могли видеть тысячи политиков, дипломатов, журналистов из многих стран, побывавших за неполный год на освобожденных территориях, в том числе представители стран СНГ. За прошедший год, после того, как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участке государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу, объем задержанного нами героина на других участках Азербайджана и иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу. В годы оккупации я неоднократно заявлял, что оккупированные территории используются для наркотрафика и подготовки международных террористов. Сегодня это доказанный факт. Хотел бы коснуться вопроса так называемых, в кавычках, армянских военнопленных. Азербайджан передал всех военнопленных, задержанных во время войны, ранее, чем Армения передала азербайджанских военнопленных нам. Спустя более чем две недели после подписания трехстороннего заявления в конце ноября прошлого года диверсионная группа в составе 62 человек была заброшена из Ширакского региона Армении в тыл вооруженным силам Азербайджана на уже освобожденной территории для совершения диверсии, была разоружена и захвачена военнослужащими Азербайджана. В соответствии с международными конвенциями эти диверсанты не могут считаться военнопленными. Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности. И готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс. Спасибо за внимание.